Добрый вечер, уважаемые коллеги. Никита Александрович подробно рассказал по поводу того, как случаются термоболические осложнения, какие подходы к антикогулянтной терапии существуют. Я же постараюсь вас убедить, что это не просто какие-то размышления о том, как нам, возможно, стоит лечить пациентов. Это прямые указания к действию, и что это позволяет сохранить жизни наших пациентов, а не просто улучшить, снизить риск каких-либо кровотечений или термоболических осложнений. Уже было сказано, что тромбозы – это очень актуальная проблема, что риск тромбов у пациентов, он индивидуален, он зависит от типов опухоли, применяемых препаратов, лечения, особенностей пациентов, этапов противопухолевого лечения. И при этом этот риск, он сохраняется на протяжении всего онкологического процесса. При этом, несмотря на то, что он присутствует на протяжении всего онкологического процесса, он явно неоднороден. Наиболее высокий риск развития термоболических осложнений наблюдается у пациентов при начальных оперативных вмешательствах либо при повторном лечении, связанном с прогрессированием опухолевого процесса и развития метастазов и системным противопухолевым лечениям на этом фоне. При этом важно обратить внимание на то, что риск развития термоболических осложнений у пациентов сохраняется еще на фоне, еще до постановки диагноза злокачественного новообразования. И по данным крупного ретроспективного исследования истории болезни, более 68 тысяч пациентов госпитализированным диагнозом бенозно-тромбоэмболических осложнений, у 18% этих пациентов на момент исследования уже было выявлено злокачественное новообразование, и при этом риск выявления опухоли у тех, у кого его не было выявлено, в течение двух последующих лет был на 17% больше. Это говорит о том, что связь между опухолями и тромбами, она очень стойкая, и нам обязательно нужно принимать его внимание во всех своих клинических решениях. В первую очередь приходит на ум мысль о том, что среди тех пациентов, у которых выявляются тромбы, но нету злокачественных опухолей или каких-либо других причин, которые могут напрямую вызывать тромбоз, нужно имплементировать какие-то подходы и практики, чтобы постараться выявить опухоли, которые у них могут быть. Но, к сожалению, в настоящий момент не одобрено каких-то расширенных программ скрининга пациентов, принесших в ТЭО на наличие опухолей. Были проведены несколько исследований. По данным метаанализа четырех рандомизированных исследований с участием почти двух тысяч пациентов, не было выявлено снижение смертности в группе расширенного скрининга, хотя опухоли при этом выявлялись на более ранних стадиях, причем существенно на более ранних стадиях. Ну и ПЭТ-КТ не показал никаких преимуществ в сравнении с КТ. Основным методом диагностики были именно радионуклидные и оригинологические исследования. Важно также отметить то, что основной причиной, почему мы это сейчас обсуждаем, это то, что венозно-тромбоэмболические осложнения могут приводить к существенным задержкам в лечении наших пациентов на фоне химиотерапии, на фоне операций, и при планировании этих видов лечения был опубликован крупный метаанализ 34-х исследований с общим количеством пациентов более 1 миллиона 200 тысяч, и влияние задержек к лечению более чем на 4 недели было связано с увеличением смертности от опухолевого процесса в 13-17 показаниях, которые были проанализированы. При этом, например, для хирургического лечения задержка была связана с увеличением риска смерти на 6-8%, а для системного противоопухолевого лечения в большинстве исследований анализ проводился только среди неодевантной и одевантной терапии, потому что это самое нацеленное на курабельное излечение пациентов метода лечения. Увлечение риска смерти достигало аж 13%, если говорить о колоректальном раке в анализе. Есть такая удобная инфографика, при которой видно то, что смертность увеличивается с задержкой лечения, и, допустим, для оперативного лечения женщин с опухолями молочной железы на каждые тысячи женщин при задержке в 4 недели мы получаем избыточную смертность в 10 женщин, которые могли бы быть излечены на заболевание или не погибнуть из-за этого. При 8 неделях эта цифра достигает 20 женщин, и при 12 неделях уже 31 женщина. То есть это существенное и статистически значимое увеличение смертности, которое обязательно нужно принимать во внимание. Менее, скажем так, этичная, но тоже достаточно важная часть того, что в ТЭО это достаточно дорогой метод лечения. К сожалению, российских данных по этому поводу не существует, по крайней мере, в общем доступе. Но стоимость лечения одного эпизода острой термоболии в стационаре, допустим, в США, превышает 20 тысяч долларов, что, конечно, не сопоставимо с российскими реалиями, но дает понимание того, что финансовая нагрузка на систему здравоохранения, которым можно избежать, она превышает миллионы долларов, которые могли бы помочь в лечении пациентов, в реализации каких-то задач, связанных с противопухолевой терапией, и, конечно, с выполнением операций и излечения наших пациентов. При этом генозно-травмоболические осложнения связаны со смертностью онкологических пациентов вне зависимости от того, в какой клинической ситуации находится пациент. Это курабельная опухоль или мы проводим палеотивное лечение. В перспективном обсервационном исследовании с четырьмя с половинами тысячами пациентов генозно-травмоболические осложнения заняли третью строчку в анализе смертности за исключением непосредственно прогрессирования от опухоли после инфекции и артериальных травмоболий. Несмотря на прямую связь с повышенной смертностью, при этом не было выявлено прямой связи, поэтому в ТЭУ они могут быть не независимым фактором риска смерти, а скорее предиктором ранней смертности в этой ситуации, что не исключает необходимости проведения профилактики и соответствующего лечения. Конечно, зная о том, насколько часто у пациентов с опухолями встречаются тромбы и насколько это важно для последующего лечения, были предприняты попытки проведения исследований для того, чтобы проводить антикоагулянтную терапию всем пациентам, даже у которых нет показаний к специализированной профилактике или лечению с помощью антикоагулянтов. Вот по данным крупного метаанализа, к сожалению, не было выявлено улучшение выживаемости, и группа контроля находилась в преимущественной группе, потому что реже встречались осложнения, связанные с кровотечениями, осложнения антикоагулянтов. Конечно, эти исследования были приведены на низкомолекулярных гепаринах и варфарине, но и на современных препаратах оральных антикоагулянтов тоже проводились исследования, так как мы точно знаем то, что низкомолекулярные антикоагулянты могут вызывать некоторый противоопухолевый эффект. Мы знаем то, что опухолевая нагрузка при применении этих препаратов снижается на биологических моделях, поэтому было попробовано применить это же в случае с пациентами, которые получают оральные антикоагулянты, но, к сожалению, даже такого эффекта на биологических моделях достигнуто не было, поэтому каких-то клинических исследований по применению антикоагулянтов в общей популяции онкологических пациентов не проводилось. Также я хотел бы в заключение сказать то, что все слова, которые были здесь сказаны, которые направлены на то, чтобы убедить вас в том, что антикоагулянтная терапия должна стать основой и очень важным элементом вашей онкологической практики, они не просто происходят в сеттинге снижения каких-то термоэмболических осложнений, они напрямую влияют на судьбу наших пациентов и, безусловно, должны коснуться практики любого врача-онколога, что химиотерапевта, что при планировании хирургического лечения, и нельзя обходить вниманием такую насущную проблему, которая во многом остается за гранью нашего внимания, потому что часто с термоэмболиями пациенты лечатся в других учреждениях. Спасибо за внимание.